Всем привет! Небольшой обзор очередной версии метеостанции на ESP-80266. В общем-то пришлось ее переделать, скажем так, значительно, потому что в какой-то момент OpenWeatherMap сайт перестал давать запрос по суточного прогноза. Но потом оказалось, что он платный, не знаю по какой причине он мне давал его раньше. В итоге бесплатный дает он только трехчасовые запросы. В количестве 40 штук это где-то на 5 дней или около 5 дней там плавает эта цифра. В общем-то переделал немножко интерфейс и запрос. Так, эта версия больше подходит под спальню, как бы вариант. Вот предыдущая была версия, которая VeryLight, она в общем-то это больше кухонный вариант, пришел все увидел и пошел. А это вариант с большими часами, скажем так, но немножко более усложненный. В чем проявляется усложненность? Появился вот этот ИК приемник. Вот так. Вот я отдельно покажу. Которые... Ну они стоят копейки, продаются на Алиэкспресс. Подключается он не сложно, подключается библиотека и все. Схема вместе с исходниками под видео. Будут ссылки. Все предыдущие исходники я положил в папку old. Здесь кому понадобится. Ну там она... там в основном эти проекты рассчитаны на трехчасовые запросы. Поэтому там либо частично будет показывать, либо вообще не показывать. В проект Open... так... VeryLight, который я его переделал и тоже выложу. Так. Хочу еще сказать, что вот если такого ИК приемника нет, то есть этот вариант тоже будет рабочий. Просто надо будет сделать кнопку. Вот. Ну я вместо кнопки пока два провода вытащил, чтобы просто продемонстрировать. Так. Все. Больше тут ничего нет. Вот как она была. Эта версия. И дисплей или на 320 на 240. Так. Включаем. Так. Сгружается файл конфигурации. Все. Появился первый экран. Ну, в принципе, из прошлых проектов, кто смотрел, тот знает. В принципе, ничего особо не поменялось. Показать текущее время. Как видно, время стало... часы стали более большие. У меня есть экран на 2,2 дюйма. Вот, в принципе, под этот экран, в общем-то, заточен проект. Так. Вот где облака, там есть... Сейчас дождя нету. Ну, а вон есть одна точка. Значит, небольшой дождь ожидается. Ну, кто не смотрел прошлые проекты, поясню. В конфиг, в сеттинг h, файл, там все настраивается. Вот, именно, максимальное и минимальное значение температуры, давления, количество осадков, ветра и ультрафиолета. Там все можно выставить свои значения, и тогда будут здесь и моргать, и мигать эти предупреждения. Там, в принципе, комментариями пояснил, постарался. Ну, если будет что-то непонятно, спрашивайте. Так. Дальше. Переходим к пульту. Второй экран – это, вот, как раз, трехчасовой верхней... Верхняя часть экрана – это трехчасовой. на следующие 12 часов. Нижняя часть экрана – это на четыре дня вперед. Ну, взята температура, ветер и осадки на 12 часов дня. Осадки общие рассчитываются за сутки и делятся на среднее на восемь. Считается в зависимости от того, как выставлен у вас критерий максимально-минимального осадков, и, соответственно, столько стоит цветочек. Так. Вернул еще ночной экран. Ночной экран тоже в конфиг сон. Там ставится дата начала и дата конца. Если дата начала ночного экрана больше нуля часов, то, соответственно, здесь на первой позиции будет одна цифра, она большая. Ну, если вдруг надо меньше 12 часов запустить ночной экран, соответственно, он будет вот в таком формате. Так. Вроде все. Продемонстрирую. Если вдруг у вас нету эко-пульта, можно вытащить кнопку. Я вытащил пока два провода, даже без сопротивления. Там pull-up настройка. Вот. Я их просто корочу. Вот. Переключился. То есть, в принципе, можно любую кнопку, любой переключатель. И, в принципе, можно попробовать. Так. В процессе переписывания кода надо было писать свой парсер. Предыдущий парсер, он не тянул это дело. Вывалился с ошибкой. Слишком много информации. Идет 40 записей. Трехчасовой информации. Поэтому не тянул. Ну, там есть стрим, по-моему. Но я уже до этого не дошел. Поискал в интернете. Нашел проект интересный. Там есть готовый класс OpenVisomap. Ну, я его задействовал кое-что там. Выкинул то, что не надо. Упросил. И ставил свой проект. Описание, где находится этот проект. Лежит файл readme в проекте. Можете почитать. В принципе-то он открытый. Можно также скомпилировать. И будет ту же самую погоду показывать. Только надо зарегистрироваться. Получить ключ. На OpenVisomap. И как бы тоже рабочий проект. Нормальный. Так. Ну, вроде все. Будут вопросы спрашивать. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok